добрый вечер вот и заканчивается 5781 год и у нас с вами уже преддверием последнего шабата недельная глава не царим которая почти всегда выпадает перед роша шана и очевидно что есть связь одной из последних глав торы 5 книги дворим которую маша дает наставление евреям и начинается эта глава с заключения завета с евреями во всех поколениях собственно здесь самом начале главы сказано парадоксальная совершенно мысль о том что вы все стоите предо мной от старейшин от глав колен до вы дочерпив самых простых людей вступая в союз со всевышним и дальше написано еще более интересная мысль о том что этот союз завет это вообще одна из центральных идей торы завет как взаимоотношения партнеров между еврейским народом и всевышним заключен во все поколения даже те кто не присутствовали при его заключении на горе синаи ведь это уже 40 лет спустя новое поколение тех кто должно войти в землю израиля и этот завет заключен даже с теми кто кого здесь нет как написано с теми кто не стоит здесь откуда мудрецы берут идею о том что в общем то все мы несем ответственность друг за друга и во всех поколениях евреи которые живут тысячи две тысячи три тысячи лет уже прошло больше трех тысяч 300 лет со времен дарования торы часть этого завета но уже в двадцатом веке карл юнг знаменитый психолог открыл идею коллективного бессознательного которая хорошо может объяснить то о чем говорили наши мудрецы языком мистики что души всех нас присутствовали на горе синаи или выражаясь языком психологии можно сказать что в наше коллективное бессознательное знает этот опыт присутствие на горе синаи и тема нашей недельной главы как нельзя подходит к размышлениям перед наступающим 570 82 годом что принесет нам этом этот год каковы итоги прошедшего года поэтому я сделаю еще наверное отдельную небольшую презентацию об этом но одна из центральных мыслей здесь нашей главе эта идея о том что заповеди торы который дает нам всевышний а их как мы знаем очень много традиционно говорят 613 и среди комментаторов есть большое количество споров о том что включается в эти 613 а что нет заповеди которые охватывают практически все аспекты нашей жизни и в общем то часто даже кажется нам совсем тривиальным окажется с какой ноги я стою на какой ноге зашнуровываю ботинок первым и так далее и тем не менее вот это интересное понимание того что каждая мельчайшая деталь нашей жизни она имеет какой-то определенный смысл этот фокус на том что происходит в нашей жизни здесь и сейчас очень характерен для еврейской традиции для еврейского понимания мира и здесь написаны такие слова которые стали песней авраам фрид написал очень известную песню на эти слова как написано здесь ибо это заповедь которую я заповедую для сегодня но не флэты мимха в норы хоккай не загадочно она для тебя и недалеко не находится она на небе чтобы ты сказал не я ле 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 шамайма кто поднимется для нас на небо чтобы взять ее для нас в номере в райаны и не находится на на другой стороне на другом берегу моря чтобы ты сказал кто достанет нам эту заповедь и пойдет за 3 за 3 9 земель через море корова давар или хамал на самом деле это слово тебе очень близко бэфиха у виль вавха находится в твоих устах и на твоем сердце твоем сердце чтобы исполнить его то есть речь идет о вещах которые на самом деле просты доступны понятны нам и сейчас как раз время когда мы с вами обновляем наш завет со всевышним открываем новую страницу перед началом нового года задумываемся немножко может быть целой картине нашей жизни и пытаемся немножко вдохнуть себя дух нового наступающего сейчас как раз самое подходящее время вспомнить о том что говорит нам тора в этой недельной главе благословение проклятия о котором говорит тора закон который на востоке часто называют законом кармы понимание того что у нас есть меры ответственности наши поступки порождают определенный результат что посеешь то и пожнешь этот результат и есть благословение проклятия причем благословение проклятия о котором говорит тора она говорит нам так сказать на макро уровне на уровне всего нашего народа и это уникальный еврейский подход к пониманию истории как вот этого диалога который постоянно происходит между еврейским народом и всевышним и поэтому мы учимся в том числе и на наших ошибках может быть даже в первую очередь на наших ошибках и задаем вопросы пытаясь понять контексте этого диалога между нами и творцом почему происходит те или иные события такой подход к истории кстати совершенно уникален для евреев это называют история сопия попытка осмыслить происходящее и говорит нам здесь тора а хаим ваамалет на тати ли панеха я дал тебе жизнь и смерть жизнь благословения смерть проклятия выбери жизнь у вахарта бахаим и конечно возникает вопрос как можно выбрать смерть инстинкт выживания как учит нас наука это одна из основ даже с физической сфереологической точки зрения нашего пребывания здесь на этой планете если кто-то кто выбирает смерть сегодня 1 сентября парадоксальным образом это дата не только дата начала учебного года во многих странах россии например который мы с вами помним но это и очень трагическая дата истории дата начала самой страшной бойни в мировой истории дата начала второй мировой войны ну для нас выходцы под советского союза мы помним обычно другую дату дату начала великой отечественной войны потому что первые годы войны советский союз как мы помним был союзником нацистской германии у нас не очень любят вспоминать это позорное и подлое нападение на польшу но война началась именно 1 сентября 1939 года и началась она как мы знаем совсем не так долго после первой мировой войны которую как многие думали будет последней войной в истории человечества ведь казалось бы после того как европейские народы принесли такие страшные потери это уже больше не произойдет именно по итогам первой мировой войны один из самых известных психологов фрейд немножко скорректировал свою теорию психоанализа и добавил к основному человеческому инстинкту который назвал либидо который связано с сексуальной энергии энергии жизни если хотите противоположную силу мортида танатас то что связано со стремлением к деструктивному к разрушению к уничтожению к смерти вторая мировая война унесла жизни больше 50 миллионов людей и мне очень хочется надеяться что это последняя война человечества хотя мы знаем что после нее уже было уже немало других войн по крайней мере можно надеяться на то что не будет больше такой массовой страшной войны которая была тогда но так мне кажется один из главных уроков если мы с вами учим историю пытаемся понять смысл того чтобы не происходит и причины происходящего что на самом деле выбор жизни это именно сознательный выбор который мы с вами делаем и делаем его каждый день и каком-то смысле это не такой простой выбор человек находящийся в состоянии саморазрушения той или иной степени в той же форме выбирает смерть и иногда у нас бывают очень сильное желание и стремление поддаться этому импульсу и тора говорит нам сделать сознательный выбор выбрать жизнь и это требует от нас определенной силы определенного мужества посмотреть так сказать жизни в лицо и принять этот челлендж принять этот вызов со всеми его сложностями на самом деле друзья я думаю что одной из основных отличительных черт еврейского мышления еврейской традиции как раз и является это жизнелюбие неслучайно мы единственный народ который сам смеется над собой рассказывают анекдоты и шутки о себе и наверное не случайно еврейская традиция иудаизм практически не уделяет время мы видим тора говорит о массе разных тем но здесь нету практически темы грядущего мира нету темы смерти как таковой смерть здесь представлена просто как определенный выбор связан с проклятием который человек может сделать если другие религии оставили очень подробные описание ритуалов перехода в другой мир например египетская книга древних древние египтяне как мы знаем очень много внимания этому уделяли и во разных традициях есть вот это чуть ли не почитание или определенный культ загробной жизни иудаизм сфокусирован на том что происходит с нами в этом мире и говорит нам о том что именно здесь и сейчас сегодня мы с вами выбираем жизнь это самый важный выбор который мы с вами должны сделать не случайно это одна из тем молитв росши шана потому что росши шана конечно это день очень большого выбора это день который определяет во многом характер того что будет происходить с нами как личностями с нами как частью макро еврейского народа человечества в ближайшем году и сейчас перед последним шаббатом года это самое подходящее время задуматься о том как мы с вами выбираем жизнь и чтобы для этого делать не хочется всем нам пожелать знаменитый еврейский тост лыхаем жизни чтобы с вами действительно выбирали жизнь атора друзья наша традиция как раз нам этот выбор и помогает сделать спасибо друзья всего хорошего а